Как вы считаете, являются ли философии Спиноза и Декарта верными? Спиноза считал «что» и «как» одновременно важными, но ставил вопрос свободы воли в пользу внешнего источника мышления, Бога. А Декарт доказал свое утверждение через сомнение и отрицание. Есть ли самый правильный философ? Кто? Нет, ну, конечно, есть правильный философ, есть, да, и даже вопрос какой-то странный, странный вопрос, да, вот. Но что касается Кортезия, Декарта и Спиноза, оба хорошие ребята, которые, ну, в свое время, имея, вы поймите, когда многие говорят, что вот Декарт или Спиноза, или Аристоте, или кто-то, неважно, кто в прошлые века так-то размышлял, ну, здесь упомянут Бог как источник, чего там, значит, пряников, да, вот, размышлял, а в том числе о Боге, сейчас к мышлению вернемся, они, это такая несколько, это подонство, подлость и тупость. Вы можете это перечислять как историк, историк мысли, но не как аргумент, что, вот, знаете, философ, такой-то интеллектуал, что-то там во что-то верил, потому что тогда просто у него не было никаких знаний, которые сегодня есть у любого школьника, реальных, объективных знаний, микроскоп, телескоп и прочее, да, естественно, он уже со своим мозгом гениальным думал тогда бы совершенно по-другому, если бы он имел элементарные вещи и хотя бы не то, что Мерседес, а Ладу Калину. Но, что касается мышления, источник мышления очень прост, это человеческий мозг, никакого другого источника быть не может, по очень простой, там, не то, что посылается, не Бог, не ничего, я сказал, слушайте, ну, ребята, легко проверяется, у кого инсульт, он забывает, как зовут родственников, близких, не помнит, кто он сам есть и прочее, прочее, просто инсульт, значит, это доказывает, что вот поражение того места, откуда идет мысль. И плюс мысль, она не сразу появляется, кортез не сразу, сначала за лепушкой и дебил, который писается в штаны ребенок, это полуживотный дебил, которого не моет руки, из-за них эти вирусы, это как собаки, как они за все цепляются, потом передают вирусы, да, и постепенно, когда этому дебилу говорят, что надо мыть руки, как я говорю, помойтесь, да, и постепенно, постепенно, то есть никакого сразу, это вот если был, допустим, родилась залипушка, вот, один день, и залипушка сразу знает таблицу умножения, потому что ему Бог сверху послал эту, ничего подобного, нет, никогда так не было, не будет, потому что мозг должен развиваться, в него должны постепенно знания, которые медленно-медленно обезьяны и их далекие, так сказать, родственники насобирали, да, поэтому только источник мышления – это мозг, вот. Ну, конечно, отдельные, кто правильно мыслит, это космического происхождения, но это уже с юмором. Так что, что касается этого, это все, поймите, это все красиво, симпатично, но устарело по очень простой причине, они были восхитительно одарены и пытались найти свои пути решения этих проблем, но сегодня эти все проблемы решены просто путем вот развития науки, и они снимаются. Поэтому, к сожалению, это уже не тот правильный или этот правильный, просто они в этом смысле устарели, но остались в истории как примеры и как примеры для изучения того, как человечество развивалось в этой мыслительной деятельности. Давай дальше.